МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом! Мы с вами начинаем новую часть Тании, третью часть, которая называется Герет Атшува. Герет Атшува, послание Атшуве. Но прежде чем начать изучение текста, давайте с вами поговорим о понятии Чува. Чува, часто его переводят как раскаяние, покаяние, есть много переводов. А действительно, есть ли какой-то адекватный перевод, на ваш взгляд, этого понятия? Ответ. Это не ответ, потому что мы все-таки говорим не о том, что человек ответил что-то. Есть понятие Чува, но имеется в виду, что человек, по-простому, он осознал, что он не в порядке и хочет стать другим. А если посмотреть на другой стороны, ответить за свои действия? Ответственность тогда было правильнее сказать, но это не совсем то. Хотя есть здесь, понятно, связь в значениях слов, но, видимо, это все-таки неверно. Я думаю, что правильнее всего сказать, что Чува – это действительно некое уникальное понятие иврита, и значит, иврейская культура в целом. Давайте разберемся, в чем она состоит и в чем, как бы сказать, в чем она отличается от других представлений. Что действительно человек должен делать, когда он хочет исправить себя? То есть мы с вами встречаем с вами понятие «он должен покаяться». Не даром слово «каин» звучит в этом слове, да. То есть покаяние – это признание своей вины. Он должен изменить свои поступки. Он должен решить, что он станет другим. Все это вместе называется словом «чува». Правильный перевод, наверное, не ответ, а возвращение. Потому что именно в таком смысле оно употребляется в письменной торе. Вернешься ко Всевышнему. Если «деряя чува» – это возвращение. Действительно, в хасидских представлениях «чува» – это не просто некое частное понятие. Человек сделал, плохо исправился. Это очень общее понятие. Настолько, что первые хсидьми назывались хасидьми. Знаете, слово «хасид» возникло извне. Так как и «митнагет», так как и «противник». Как изначально назывались ученики Большим? Това? Балы-чува. Балы-чува. То есть это идея раскаяния. Раскаяния в смысле не только исправления своих плохих поступков, а возвращение к своему источнику, возвращение ко Всевышнему. В наше время слово «баля-чува» приняло некий социальный характер. Человек изменил свое поведение. Но не надо забывать об истинном понятии слова «чува». Который все-таки должен пробудить себя независимо от того, где он родился и кем он стал на протяжении своей жизни. Итак, начнем с вами изучение книги. Но прежде всего давайте поговорим о хасидском рассказе, как у нас с вами принято. И в данном случае, наверное, выбор хасидского рассказа на тему «чува» достаточно прост. Есть целая книга Митл Рэбе, сына автора Тании, которая посвящена «чуве». Книга называется «Пукех еврим» – «Раскрывающий глаза слепым». И она была написана для одного еврея. Еврея, которого звали Раф-Йосеф. Тору его описано подробно в воспоминаниях предыдущего Рэбе. Мы с вами коснемся лишь нескольких деталей. Важно, что это был действительно еврей, который пришел к учению Большемтова, пришел к Альт-Рэбе, который был известен своей мудростью, стал его учеником, много лет учил Тору. На одной из встреч между Альт-Рэбе и своим хасидом Раф-Йосефом Альт-Рэбе дал ему какие-то указания в жизни, дал ему советы, как ему себя вести. И, среди прочих, сказал следующее. «Для твоей души лучше быть извозчиком, чем раввином». То есть фраза, которую, как бы сказать, не так просто ее понять. Он выполнил указания Рэбе, поехал, куда он ему сказал поехать, нашел себе шедух, сказал Рэбе, у него родился сын. И вдруг в один момент, это было уже после ухода Альт-Рэбе из этого мира, к нему обратились из одной общины еврейской, посоветовав стать имураввином. Он вспомнил о совете Альт-Рэбе и подумал, что, видимо, сейчас пора ему думать о предназначении своей души. То есть для него это, представьте себе, человек, который много лет занимается, он занимался преподаванием, обучал детей, но кроме этого, он учился, все время учил Тору, учил и служил Всевышнему по советам, по методике хасидизма, то есть, как бы, где каждая минута она посвящена служению, молитве, и так далее. И в догму предлагается, возникает, как бы, идея стать извозчиком. Я не буду рассказывать все перипетии этой истории, это было очень непросто, его душевные мучения. Он пошел посмотреть, как там вообще, как лошади его чуть-чуть. Одна из кобыл невыбилых глаз хвостом, он пришел весь измученный. Потом, значит, в городе это воспринято, тоже, каким-то образом, вообще никак некий, то, что он, так сказать, стал, что с его разумом произошло. Когда он пришел к жене, где жены, это была трагедия. Когда сказали, что ее муж, значит, пошел учиться извозчику, извозу, так сказать, в конюшне, вместо того, чтобы учить Тору. Но когда он рассказал своей жене о разговоре с Аль-Теребе, ее ответ был простой. Раз Аль-Теребе сказал тебе это, значит, в это твое предназначение. Она предложила, так сказать, свое преданное, чтобы купить телеву, лошадь, и чтобы он начал быть извозчиком. Это интересно, что в разговоре с Аль-Теребе он, когда он спросил, знает ли он мишнает наизусть, может ли он учить мишнает. И действительно, Рафьесов, он включил свою учебу, он учил до этого мишнает наизусть, все мишнает. Видимо, это был намек от Аль-Теребе на то, как он сможет учить Тору в будущем. Не будем касаться всех перебитей, но он выполнил то, что Ребе ему сказал, он начал быть извозчиком. Он перевозил к обуву за одного местечка в другое. Пока однажды не произошло то, что он находился в гостинице, в еврейской гостинице, где остановился один из местных дворян, то есть местных, где его были поместья в округе. Граф со своим управляющим, своим другом, этот управляющий, который потом был евреем, и он потребовал, чтобы извозчик повез его на следующий день по поручению графа, повез его в определенный город, город Сен-Мирс. И побыстрее, пораньше, повстать пораньше. Рафиосов говорит ему, у меня есть обычай, как я стою, то есть я молю, стою рано, он вставал рано, с восходом, молился, молился он долго, полагается, красиво. Граф это вызвало мущение, он хотел нанять другого извозчика вместо этого. Но ночью он слушал, как Рафиосов молится, и эта молитва пробудила в нем изменения в его душе. То есть он вспомнил всю свою жизнь, вспомнил, как он отошел от еврейства, от своей еврейской семьи, которая у него была, бросил ее, службу и работы среди евреев, и оставил все свое прошлое. И действительно, вот эта молитва, которую он слышал, так подействовала на него, что потом он, во-первых, захотел ехать только с этим извозчиком, с Рафиосовым, он просил, чтобы остаться с ним. А затем произошло то, что он не сам почувствовался больным. То есть, поскольку он был полон мыслей, переживаний о том, насколько он далеко ушел от своего еврейского предназначения, что он заболел. Он заболел, и в результате всех перебитей он действительно вернулся в полную тшу. Я сейчас не буду говорить техподробностей. Насказ кончается тем, что через несколько месяцев, когда Рафиосов поедал в Любавичек, Митл Рэбе, он встречает там этого бывшего управляющего графа, причем произошло, что вся его жизнь изменилась. И он вернулся, выполнил свой обещание и стал заново евреем. Митл Рэбе написал целую специальную книгу, посвященную тому, как должен вести себя Большула. Рассказывает о том, как человек меняет себя, становится иным, и это стало как бы неким прототипом для существования еврея. Как изменить и исправить свои дурные поступки. История, ну, важная, но давайте перейдем к понятию Швады. Кроме третьей части Ании. Позвольте, послание о покаянии, в данном случае. Начинается свое изложение, а это длинные цитаты из Палмуда, где описывается проблема «копора». Вот еще один термин, еще один термин, наверное, надо вспомнить. «Копора», все знают слово «йом-ки-пур», конечно. Что такое «копора»? Скупление. Точнее, очищение. То есть, как если бы увидел, как это слово в других фаброконтексте, это очищение. Все вышли, очищает, в «йом-ки-пур очищает от грязи греха». Это идея «йом-ки-пура». И вот начинается с цитаты из конца «тракта даема», что есть три вида «копора», «копора», три вида очищения, и все они вместе чуи. Начинается с того, что есть исправление того, что содеяно, связано с тем, что же произошло. Это связано с темой о заповеди, который мы обсуждали на уроке, о том, что как по-разному влияют на мир позитивная заповедь и негативная заповедь. Мы немного говорили об этом. Так вот, например, говорит следующее. Если человек нарушил позитивную заповедь, то есть не выполнено то, что от него требуется, не сказал слово «заповедь шма» во время, повесить внизу, но он не сделал. То есть он не выполнен то, что от него требуется. В чем будет его искупление? Говорит нам Далмуд, что он шав «Вейно заслешам, а шамохлино». То есть если он делает шву, в данном случае он раскаивается, он решает, что так больше он не будет жить, и он на месте его прощает. Прощает и очищает, и вот грязь этой заповеди. Это греха. Что действительно произошло? Давайте подумаем. Что произошло в момент, когда он нарушил позитивную заповедь? Что он нарушил? В желании. То есть его желание было не соответствовало желанию Всевышнего в этот момент. Желание не соответствовало, и поэтому исправление желания исправляет то, что он нарушил. То есть в его невыполнении позитивной заповеди был как бы бунт против Всевышнего, и этот бунт исправляет швой. В отличие от этого, если он нарушил негативную заповедь, то мы с вами говорили уже о том, что здесь негативная заповедь это, так сказать, та ограда, которая Всевышняя ограждает нас от зла. Если человек нарушил этот заповедь, что произошло в этот момент, зло совершено, то есть он увеличил зло в этом мире. Зло он исправит, зло он уничтожит, и поэтому он говорит, нужен Йом-Кипур. Чува-то-ла, то есть это швы еще не, есть, как бы, зависимость, то есть, как бы, еще не решен вопрос до конца, только Йом-Кипур это исправляет. То есть Йом-Кипур, в этом смысле, он очищает нас от зла, нанесенного грехом. Если же это, так сказать, серьезные запреты, продолжают, это аварийный, критотый метод, потому что те запреты, которые есть, так называемый карет, отсечения души, то в этом случае Йом-Кипур лишь не завершают искупление, очищение, а все зависит уже только от Ису-рим, то есть приходят беды для человека, приходят, как бы, и страдания, и страдания его дать не искупают. Вот то, что написано в Томботе. Во-первых, первый вопрос, который возникает, ему посвящена большая скобка в самом внутриизложении, о том, как действительно, что же получается важнее, заповедь позитивный или негативный. То можно восполнить. Это два, как бы, две стороны. Одна, это же действительно, чтобы вспомнить нарушение, очень легко. Нарушение было лишь чем? Желание. В бунте. Да? В нежелании. Желание не совпало с желанием. Желание не совпало с желанием. Да? Желание не совпало с желанием. Так теперь, если хочет быть, служить Всевышнего, он вернулся к тому, что, как бы, сказать, что он нарушил. А вот в потенциале, о котором говорил Давид, действительно, ситуация сложнее. Вот с ним, в каком-то смысле, очень тяжело ее вернуть. Просто, почему он здесь не упоминается? Потому что, это мне не относится к копоре. Копора – это не копора, это исправление зла, которое, да, произошло в этом мире, которое надо исправить, очистить. А речь о том, что он не принес в мире дополнительного добра, дополнительного света, который мог принести. Вот, чтобы принести, можно будет много усилий. Поэтому, иногда даже, это оказывается довольно сложно. Это невозможно. Шува, в этом, конечно, идея, это шувы, что можно всегда. То есть, шува – это некий выход как бы на надвременное пространство. Да? Здесь написано. Ну, давайте посмотрим. Как нови, тут написано, как наши мудрецы благословенной памяти комментируют слова извращенные, не может исправить, что это сказано о том, кто пропустил вечернее или утреннее течение молитвы шма, что даже если он впредь будет всегда пунктуально читать шма, и вечером, и утром, пока не может восполнить то, что он однажды не сделал, то есть то, что он один раз пропустил, он уже не сможет это потом исполнить? То есть то вечернее шма, то утреннее, то время прошло, оно прошло. Поэтому для того, чтобы принести такой свет, ему нужны какие-то другие усилия, то есть какие-то выходящие за пределы этого. Но это же будут другие усилия. Окей, другие усилия. То есть, в принципе, может быть что-то, то есть могут шувы и на это тоже, в принципе, нет эндомарометрикной шува, нет вещей, которая устроит перед шувой. Но в обычном понимании как бы его нет, он уснул. То есть это не, скажем, обычными действиями оно неисправимое, наверняка. Сказано, оно усло. То есть надо восполнить какими-то серьезными усилиями духовными, чтобы оно пришло. Что мы отсюда видим? Давайте, так сказать, подведем некий итог к тому, что вы поняли. Вы поняли, прежде всего, что есть шувей, несколько элементов, которые мы уже увидели. То есть прежде всего, исправление того, что сделано. И в нарушении тоже есть несколько вещей. Есть элемент, то, что произошло в самой душе человека, то есть то, что было отсутствие желания выполнить его волю, волю Творца, и то, что был нанесен какой-то ущерб миру. Альтери приводит нам сейчас в некое определение, что же все-таки будет заповедь о покаянии. Давайте посмотрим ее, увидим еще одну основу для дальнейшего разговора. Он говорит следующее. Заповедь о покаянии в Торе говорит об отказе от греха. Очень интересная формулировка. Ведь она звучит так, что заповедь шувы, это такое азиват хэд билват. Оставление греха. Продолжает дальше. Что это значит? Оставление греха. Оставить грех. Это значит, что он решит в своем сердце, с полным сердцем, что он больше не вернется к тому, чтобы восставать против царства и не нарушит больше заповеди царя. Как заповеди позитивных, так и заповеди негативных. Мы видим с вами, что здесь Альтерио привел некую формулу, которая с одной стороны кажется серьезным облегчением, а с другой стороны серьезным устражением. Что произошло здесь? Как мы говорим обычно. Например, человек обидел другого. Мы знаем с вами, что в Ямки-Пур говорится, что в заповедях между людьми, пока тебя другой не простил или, например, если человек украл, взял чужое, пока он не вернет, его никто не простит. Откуда же берется эта идея действительно, что одно решение человека может все исправить? На самом деле есть там основания в Талмуде. В Талмуде написано, что человек, который делает освещение кедушин женщине и ставит условия. И обсуждаются разные условия в трактатике кедушин в Талмуде. Одно из них такое, если человек говорит при условии, что я являюсь праведником или при условии, что я являюсь полным праведником, то мы говорим, что может быть да. Как это может быть? Для нас достаточно сомнений, что может быть да. Куда же это мисс Афек? Для проблемы это уже создало ситуацию, да? А как это может быть, что да? Есть ли речь о человеке, предположим, который, не знаю, у него есть какие-то грехи, и надо просить прощения у человека другого, и надо там вернуть кратину, и так далее, и так далее. Почему он может полным праведником? Вот на этом основывается Аль-Таребе. Аль-Таребе говорит нам так, для того, чтобы сделать шуву, достаточно решения. Решение в сердце, и это очень глубокое, на самом деле, утверждение, одного движения в сердце достаточно, чтобы вернуться ко Всевышнему. Шува, возвращение ко Всевышнему, делается решением в сердце. Понятно, что для полноты нужно исправить все, что ты наделал, и так далее, и так далее, но это уже следующий этап. Мы сейчас еще поговорим об этом, что это за этапы. Например, как бы Гарин, то есть, зерно от шувы, зерно от шувы, это решение. Но, это как облегчение. Он не говорит, что надо подумать, я этого действия больше не буду делать. Что говорит Аль-Таребе? Я не буду больше бунтовать против Всевышнего. То есть, эта шува получается возможно лишь в целом. И я должен решиться на то, что я не буду больше нарушать слово Всевышнего. Это называется эта шува. То есть, пока я выбираю между заповедями, между запретами, это еще не называется даже шува. То есть, шува возникает в момент, когда человек решается, чтобы принимать на себя волю Всевышнего в целом. Понятна эта мысль. И с нескольких сторон, но главное, что с этого момента мы видим, что шува возвращение ко Всевышнему. Обратите внимание на слово шува, откуда он берет его, и сказано в главе нецелем, развратишься ко Всевышнему. То есть, мы говорили с вами, что шува в этом смысле это прежде всего возвращение ко Всевышнему. Это некое, когда я понимаю, более упрощенное возвращение к прежнему состоянию. Не это имеется в виду, а именно возвращение ко Всевышнему. Здесь мы тоже видим новый каупласт возможности понимания. Если это возвратиться ко Всевышнему, то это не зависит от греха. То есть, любой человек, где бы он ни находился, мы с вами уже говорили об этом, что душа, одеваясь в тело, она уже как бы как бы уже не существует, как бы она уже отдалилась в этом смысле от своего источника, и значит, всегда есть место для возвращения. То есть, в этом как бы идея, поэтому Хасидин назывались баллы Тшува в том смысле, что они хотели вернуться, и любого человека это открыто. Что же остальные элементы Тшувы? Давайте разберемся с вами подробнее с остальными элементами. Что еще может привойти ка-бы в Тшуву? Одно из вещей, которые он хочет обсудить, это проблема поста. Пост действительно упоминается и в Танахе, упоминается в связи с раскаянием, с поступки. Упоминается он в книгах еврейского закона, что именно, так сказать, раскаяние связано с постом некими изнурениями. Но что? Альтер Борис пишет очень важное решение, что постятся лишь для того, чтобы избавиться от наказания страданиями, так чтобы вскроить и прилип полное искупление души. То есть, первое, это для как бы избавления от тех страданий, о которых мы говорили, что они посылаются совершенными до завершения копора, искупления, очищения, то есть, как бы, часть очищения и искупления. Так или иначе, получается, что пост связан с тем, чтобы привести к очищению зла, нанесенного в мире преступлением человека. Лишь к этому. Есть целая глава, дальше, которая посвящена тому, как связаны отдельные нарушения человека с теми иным количеством постов. Но в любом случае, ребя говорит, что в наше время, где это поста, просто прежде всего, как бы, ограничение плоти, ограничение, как бы, своей животной души, ограничение своей животности, что в наше время она из-за слабости человека больше выполняется через пожертвования, через сдаку, через то, что сдака — это деньги, которые ты действительно можешь в них, как бы сказать, использовать для своей жизни, для своей, как бы, своего удовольствия. ты даешь другому человеку. Это есть, как бы, твоё ограничение себя, то есть, тоже как часть очищения и исправления себя. Но в любом случае, это не является основной частью души. А что же все-таки является полнота души? Значит, давайте еще раз, мы говорили, есть копора, очищение, это как бы, дополнительная вещь, к ней имеет отношение дзнака, в частности. И дальше приводится, например, курбан ула, то есть жертвоприношение, всесожжение, которое приносилось в храме, для нарушения позитивной заповеди. В чем его идея? Стать желанным перед Всевышним. Пусть только тебя уже простили, стать желанным. Еще один этап. Пусть только тебя простили, стать еще лучше, чем ты есть. Но что же такое сыт шуви? Вот здесь мы должны сказать несколько вещей. Прежде всего, вы уже видели это, основа шуви это хорота, то есть раскаяние, сожаление о прошлом. Вторая вещь, это решение на будущее, это как бы основное в шуви. Но для того, чтобы шува была полна, надо, чтобы это решение, которое в душе, оно выразилось в действиях. Какие могут быть действия? Прежде всего, мы сказали сами, если это было между человеком, нарушение между, в отношениях между людьми, надо вернуть и исправить нанесенный ущерб. Это понятно. Но есть еще одна важная вещь. Вот, может быть, здесь нам Леня поможет. Вот я хотел посмотреть на то, как человек, который хочет вернуться ко Всевышнему, как он обращается к нему в молитве. Болистый, он здесь, он здесь, он здесь, он мне, он здесь, он здесь, он здесь, он здесь, действительно, потому что Йом-Кипур это один из десяти дней возвращения. Время, это мы можем исправить. Один из десяти дней возвращения, когда сказано, чува желанна. Посмотрите, здесь идея Йом-Кипура. И вы знаете, что заповедь Йом-Кипура, прежде всего, это, как если, в Росшана у нас заповедь Шафара, то в Йом-Кипура какая заповедь, помните, наверное, ведуй. То есть ведуй, он связан с тем, что в любые дни она желанна. Но в чем ее суть, ведуя? Ведуя, это как бы покаянная молитва, в том, что мое желание приблизиться ко Всевышнему и исправить себя, то есть, как мы сказали с вами, раскаяние о прошлом и решение на будущее, оно выражается в словах. Поэтому не прощаемся к этой теме, о том, насколько важно, чтобы движение души нашли выражение в одеяниях души. То есть, хотя речь, это не самое внутреннее одеяние души, но это все-таки не есть уже выражение вовне. То есть, надо, чтобы были произнесены слова о том, что я согрешил. Эта идея ведуя. То есть, с этого момента мое решение вернуться ко Всевышнему, оно как бы обреклось в материальный мир. оно стало частью материального мира, оно вошло в него и с этого момента уже оно привело прочность материального мира. Поэтому слова должны быть произнесены. Значит, но, значит, возвращаемся к тому, что, значит, здесь у нас основой является все-таки решение в душе. и здесь важно как бы две вещи. Еще одно слое душе, о котором немножко сейчас говорили, связанное с вопросом Давида. Одна из душе это то, что направлено как бы в две стороны, в прошлое и в будущее. Есть прошлое, к сожалению, о прошлом, есть решение на будущее. И мы об этом еще будем дальше говорить о душе, о более высокой ступени не душе, но в ее сути есть некая возможность выйти на как бы ступень, которая выше времени. Есть поэтому сказано в Толмуде, что есть ступень, после которой сказано, что твои грехи, злодеяния станут как ошибки, а есть, злодеяния станут как заслуги. Как вы думаете, как может быть, что злодеяния станут как заслуги? Как это можно себе представить? Какой называется заслуга? Если человек был настолько низко, упал, и он поднялся, так его поднятие будет выше, то есть его состояние падения возвысит. Это верно, это верно. Насколько он был низок, настолько он стал высокой. То есть получается не только, что он стал выше, но что его грех стал частью его возвышения. То есть можно сказать, что грех стал причиной того, что этот человек потом раскаялся, сделал шву и вернулся ко Всевышнему. Это очень опасная мысль, который действительно из нее вышло много благих вещей, но в ней есть как это. Почему? Получилось, что грех стал причиной швы. И мы возвращаемся к этой идее очень важной. Это не значит, что нужно грешить, потому что не исправлять. Концы сходятся один с другим. Получается здесь, это связано с представлением мире, что в мире есть только Всевышний. Получается, что грех, у греха тоже был замысел. Если грех произошел, какой был замысел греха? Чтобы он потом его исправил? Чува. Это был замысел плохого. Но что действительно опасная мысль, про которую сказано, что человек, который говорит, что я согрешу и потом раскаюсь, не дают ему раскаяться. Почему? А здесь наоборот интересный вопрос. Почему это так? Почему есть человек, который говорит, я согрешу, а потом раскаюсь, не дают ему раскаяться? Логика та же самая. Он сделал раскаяние частью греха. Если в той предыдущей времене грех стал частью исправить, здесь он сделал наоборот. Он заранее раскаяние включил грех. Раскаяние уже не является раскаянием. То есть, по крайней мере, чтобы он исправил, он должен выйти на новый уровень раскаяния, на более высокий уровень возвращения ко Всевышнему. Лишь тогда он сможет как бы что-то исправить. Короче, тшува — это, видимо, может быть, одно из самых богатых духовных существований дано нам в Торе. Вся тара в этом смысле — это возвращение ко Всевышнему. Мы поговорим с вами дальше о более высоких ступенях тшувы. Главное, чтобы это состояние, возможность всегда вернуться ко Всевышнему, наверное, это, может быть, самый большой подарок Исраиле Большимтова и Аль-Тарабе для нас с вами. Мы преодолеваем все ограничения и событий, и ограничения времени. То есть мы преодолеваем ту свободу, о которой можно только мечтать. Спасибо вам.